Друзья, всем огромнейший привет! С вами, как всегда, Андрей, Ирина, Михаил и Лафи. Вот, ну, соответственно, с Ириной, с Михаилом и Лафием вы увидитесь чуть-чуть попозже. Мы вернулись туда, где были два с половиной года назад. Все вы прекрасно помните это место, и оно тогда было все в снегу, все было снежное. Это была зима, январь месяц. Вот, и могу вам показать этот прекрасный дом. Мы сюда вернулись, и стоит отметить то, что хотелось выразить огромную благодарность за поддержку. Андрес, Александр Ершов, Владос, Владимир Масленников, а также Иван Чемп. Ребята, огромное спасибо вам за поддержку. Вот, сегодня мы с вами будем готовить шашлыки, отдыхать и наслаждаться вот этой загородной жизнью. Потому что нет слов, когда возвращаешься на место, где тебе понравилось, и плюс ко всему еще и когда все расцвело. Поехали! Ну, вот так вот все это дело у нас выглядит. Опа! Ну вот, тот самый домик только уже летом. Давайте посмотрим, что у нас тут. Когда мы в прошлый раз с вами смотрели, этот велосипед, он прям вот вообще четко. То есть это прям дополнение к этому прекрасному дому. Ну, здесь, насколько я помню, у нас с вами находились разные дрова и все остальное. Ну да, видите, это здесь без изменений. Вот, можно поиграть в бадминтон. Я, кстати, очень люблю, хотел бы с Ирой сыграть. Может, получится. Поснимаем для вас шампуры. Все есть. Вот, все отлично закрывается. И посмотрите, какая красота нас окружает. Ой, прелесть какая! Так, вот такая красота. У нас тут еще беседочка, колясочка. Зеркала с собой не брали, но оно и, понятное дело, зачем нам зеркала на этом участке? Здесь электросамокатчиков нет. Вот, я точно не знаю, насколько выйдет у нас это видео, но оно должно будет получиться интересно. В любом случае, это память для нас с Ириной, вот, для нашего сына. Мы ему потом покажем это видео, когда он подрастет. Вот, смотрите, какая красота. То есть, тогда мы с вами здесь жарили шашлык и сейчас посмотрим на это место. А, выглядит наша мангальная зона вот так вот. Здесь наш с вами легендарный мангал, который у нас с вами открывается. И здесь сегодня будем жарить очень много чего. А что, сейчас расскажу. Жарить я сегодня планирую сосиски, а также шашлык из индейки. Ну и, разумеется, помимо шашлыка из индейки, мы с вами сегодня сделаем нашу любимую курицу. Если вы помните, у нас как раз выходил из этого загородного дома блок видео, которые были посвящены готовке. И вот там как раз у нас с вами был рецепт того, как сделать очень вкусно курицу. То есть, у меня и курица, и индейка, и сосиски, плюс еще сало. В общем, полный-полный набор. Вот, как я и сказал ранее, Ирина, Михаил, Лафи, все также будут присутствовать во влоге. Просто сейчас они дома, а я здесь на жаре снимаю для вас это видео. Вот. Да, Балтышкин, мама на природе. Вот он, наш бутус. Какие пальцы у нас вкусные. Привет. Выбрались за город. Миш, тебе нравится? Ну, судя по зубам, да. Вот у нас шашлычок. Сейчас мы все это дело аккуратненько будем нанизывать. Это у нас индейка. Вот, так же у нас сегодня с вами, помимо индейки, опять же будет курица в медовом соусе. И помимо этого, так же нас с вами будут ждать сосиски и сало. Так что не переключайтесь. Сейчас на улицу пойдем. Решил заранее все это дело дома сделать, чтобы стрим запустить, с вами пообщаться. А потом уже на все готовое прийти, положить и пожарить. Но запах обалденный, да? Ну, вот у нас подготовочка без жидкости для розжига. Так намного лучше и вкуснее. А у нас облачно. Сейчас будем запускать стрим. А вон Ира всем передает большой привет. Ну, сейчас мы запустили прямой эфир. Всем привет. Всем привет, да. У нас там все это дело готовится. И сейчас мы проводим эфир. Вот как это все дело выглядит. У нас сейчас все потихонечку. Ну, пока никто не написал. Никто пока привет не хочет передавать. А зря, потому что вы попадете во влог. Ну, ладно. В любом случае сейчас может запаздывает эфир. Всем добра. Угольки у нас уже подошли. Значит, мясо, соответственно, уже готово. Сейчас мы его будем вот сюда выкладывать. Как говорится, процесс запущен. Вот. Прям очень нереальный запах. И еще раз передаю всем, кто сейчас с нами в прямом эфире. Ну что, как? Красота. Нравится? Аппетитно. Вот ты больше всех хочешь. Я, конечно, зимой тоже выпил этот сок. Круто. Круто. Это все? Это уже, ну... Это вся индейка. Плюс еще у нас курица. И плюс еще сосиски, сало и бекон. Вот такая вот у нас красота получилась. Сейчас отнесем Ирине на пробу, а я продолжаю готовить. Вот такие у нас самолеты здесь летают. Идет эфир. Владимиру Масленнику спасибо за донат. От души. Спасибо. Спасибо большое. Теперь курица. Вот. Угольки тоже дают хороший жар. Вот. Не поместилось в решетку. Я специально взял поменьше. Думал, хватит одной пачки куриц. Не хватило места. Ну, а мы на шампур это все закинули. И в очередной раз хотелось бы поблагодарить Владимира Масленникова, Ивана Чемпа, Андреса, Александра Ершова за поддержку канала. Ну, и, конечно же, Владоса. Вот. От души. И спасибо всем, кто сейчас в прямом эфире смотрит, как мы с вами готовим вот эту красоту. Вот. Ирина еще у нас огонечки. Вот такие вот включила наш транспорт. Вот. Ваше. Комары. Вот. Сейчас будем готовить бекончик, сосисы, все, что надо. Так. А у нас уже процесс идет. Процесс идет. Так, а у нас на очереди хлеб и сало. Сделал сразу пол пять. И сверху сейчас мы накрываем вот так вот еще хлебом. Вот так вот. Сейчас решеточкой это все закрываем. И вот сюда. Жар тут еще есть. Нам прям хватит, чтобы все. В общем, пока у нас идет дождь. Андрей готовит мясо. Я вам могу рассказать что-нибудь интересное. На самом деле, это наша не первая уже поездка с ребенком. До этого мы пробовали выезжать два раза в парк. Я у себя на канале. Обычно рассказываю вообще, как у нас происходит сейчас жизнь с ребенком. Потому что у нас все это в первый раз. И очень много вопросов возникает. Я могу там что-то у подписчиков спросить. В общем, там рассказываю, с какими трудностями мы столкнулись. И вот как раз в апреле и в мае мы ездили в два парка. Скажем так, на разведку вообще. Можно ли съездить куда-то с ребенком. Потому что дети разные. Кто-то там гиперактивный. Кто-то, наоборот, пассивный. Некоторые не спят в коляске. В общем, мы решили попробовать съездить в Царицыно и в парк Коломенское. В Царицыно мы ездили вот с таким вот блоком широким. Потому что там очень большие перепады местности. И в итоге нас это очень выручило. Потому что коляска хорошо проходимая. И в итоге мы отлично погуляли и поехали домой. Но нам оказалось этого мало. И на следующий день мы решили поехать еще и в парк Коломенское. Взяли с собой нашего друга. Тогда было очень жарко. Но, несмотря на это, Мишка все равно спал. Все было хорошо. И с тех пор мы как раз решили, что раз у нас пока что есть возможность, пока ребенок спит в коляске, куда-то выезжать, мы решили съездить вот так вот отдохнуть в домик. На самом деле, 3 месяца пролетели с одной стороны очень быстро, с другой стороны очень много разных трудностей было. И особенно первый месяц был очень тяжелый, прям максимально. Потому что Андрей постоянно работал. И мне не хватало помощи. И плюс еще там гормоны, все дела. В общем, очень такой эмоционально сложный был месяц. Но если оглядываться назад, я бы сказала, что все эти 3 месяца нам повезло с тем, что ребенок, во-первых, спит. Если его ничего не беспокоит, все хорошо, все отлично. Так что на природе, пока нас не жахнул-бахнул регресс сна, мы наслаждаемся. Да? Там озеро находится. А вот у нас Ирина с Мишкой. Прелесть. Лесной воздух. Мишка сейчас дышит. Отдыхает. А так вот такая вот природа у нас тут. Дорожка, в которой тоже можно погулять. Красота. Михаил Андреевич пока спит. После того, как подошел. Несный воздух. Типа, Феррат. Типа, Феррат. Типа, Феррат. Типа, Феррат. А у нас, как вы видели, уже льет дождь стеной, просто капец, грозы, молния, то есть прям вообще здесь бедный гусь там, да, у соседей. И что хотелось сказать, то, что здесь не было вентилятора, не было кондиционера, но хозяйка меня услышала, заехала после работы в пятницу, купила этот вентилятор, я его сегодня собрал, вот за что и, кстати, большое спасибо. И вентилятор действительно классный, мы сейчас с помощью него спасаемся. Вот, что хотелось сказать, ну, в целом, очень хорошо мы съездили в эту поездку за город, вот, хорошо вчера с вами пожарили мясо, вот, спасибо еще раз всем, кто был на стриме, вот, стрим пришлось вскрыть, вот, потому что, скажем так, хочется, чтобы люди почаще заходили на эти стримы, вот. И 10 тысяч человек вчера нас смотрели, вот, Ирина тоже там вам передавала привет, Миша, Лафи, там все были. Даже самолета было хорошо видно, я лично пересмотрел стрим. Вот, огромное спасибо всем, кто нас поддержал, а я напоминаю, это у нас с вами Александр Ершов, Андрес, Владимир Масленников, Иван Чемп и также Владос, вот. Вот, ребят, спасибо вам большое, благодаря вам вышел этот контент, вот, а мы, даст бог, снимем еще что-нибудь интересное этим летом. Сейчас пока прячемся в домике, надеюсь, то, что дождик скоро закончится, вот, и можно будет с Мишкой погулять после дождя, вот этот вот запах, вот эта атмосфера, это просто что-то нереальное. Я думаю, вы со мной согласитесь в этом плане, вот, ну, такие вот дела, я думаю, завтра мы завершим этот влог, когда будем ехать домой. В любом случае, спасибо всем за просмотр, ну, я думаю, может, Ирина тоже что-нибудь скажет, ну, не сейчас, когда ей будет удобно, сейчас она немножечко занята. Так что, такие дела. А у нас подходит к концу дождик и вот такой красивый летний закат. Дождик еще, конечно, идет, но воздух просто нереальный. Вот эти вот леса, которые, да, там все в деревьях, все цветет. Вот сейчас, когда, дай бог, дождик закончится, с Мишкой выйдем подышать. Это вот то, что хотелось, чтобы ребенок именно вот таким воздухом тоже подышал. Просто нереальная красота. И я очень рад, что смог вывести свою семью на такой небольшой мини-отпуск, вот, ну, который у нас, скажем так, был на пятницу и на субботу. Что я могу сказать? Все, у кого дети, ребята, вывозите детей на свежий воздух, это то, что нашим детям необходимо. Вот. Ну, это правда нереально. Это только начинаешь понимать, когда уже ребенок появляется. До этого, конечно, особо этого не понимаешь. Ну, когда взрослеешь, но все же. Красота. Ну, вот, дождик прошел, и вот такой красивый летний закат с нами провожает этот день. Гуляем сейчас. Лафи тут вышел. Ах ты! Да, мой мини-босс играет здесь. Мишки, две любимые игрушки. Это вот такой вот петушок, и у него в руках еще, ой, покажи другим, и вот такой вот молоточек. Потому что он безопасный, и он, если берет ее в руку, то не сможет ударить тебя. Да, Мишка, мой мини-босс. Еще мы вот здесь рассматриваем разные карты. Да, Мишка? Еще у нас очень любимая игрушка. Это вот такой вот зайка Алело, который рассказывает сказки, стишки, потешки. Каждый вечер мы включаем здесь разные колыбельки на ночь, и просто есть любимые песенки детские. Вот, мы еще взяли большого такого зайца, куда можно самостоятельно загрузить, да, куда можно самостоятельно загрузить всякие песенки. Вот, короче, классная штука, советую. Вот, ребенок прям в восторге. Еще вот он недавно стал его убрать в руку, но надо очень аккуратно, чтобы он себе не зарядил по лицу. В общем, проснулись. Опять ни свет, ни заря, да, Мишка? Ну, это лучше, чем в 4 утра, когда мы встали. Первый день мы не зашторивали, и было вот так вот очень ярко. В итоге Мишка проснулся в 4 утра. Вот, сегодня мы уже поспали подольше, встали в 8, зашторили все шторы, да. Мишка проснулся, выспался, собрались. Вот, сложили все вещи, и сейчас поедем домой делать еще кучу разных дел. Хорошо отдохнули, да, Мишка? Мишка доволен, да? Ты рад? Да, вот вам передала. Все могу. Вот, так что мы едем домой. А вам как поездка? Вам как поездка, Лайфи Шпиц? Ну, Лайфи уже чувствует, что домой тоже начинает нервничать. Вот он, главный тут, бутуз лежит. Да, Мишка? Домой собираемся, да, малыш? Заказала всего за пару дней вот такой вот ковер большой. И в итоге вот ковер-мешок. Его можно затянуть. Да, его можно затянуть. И вот здесь сложить игрушки, ничего не убирая, просто в него как мешок. Домой собираемся, да, малыш. Домой собираемся, да, малыш. Домой собираемся, да, малыш. До встречи.